МВД Украины стало в четверг еще одним объектом протеста оппозиционно настроенных киевлян. Несколько сотен человек, возмущенных жестоким избиением, журналистки Татьяны Черновол пришли сюда, чтобы потребовать отставки министра внутренних дел Захарченко и проведения независимого расследования преступления. Власти между тем объявили о задержании трех подозреваемых в избиении Черновол. Как минимум 51 журналист подвергся нападению за месяц, и глава МВД лично отвечает за это, потому что его подчиненные должны обеспечивать общественный порядок. Ночь на среду Татьяна Черновол возвращалась на своем автомобиле из Борисполя в Киев и была избита неизвестными, которые на протяжении всего пути на другой машине следили за ней. Перед тем, как меня избили, я снимала загородную резиденцию главы МВД Захарченко и генерального прокурора Пшонки и думаю, что машина начала преследовать меня как раз после того, как я уехала от резиденции прокурора. Кроме того, я недавно выяснила, что у президента Украины есть еще одна резиденция. Не та, о которой мы все знаем, но другая, гораздо более роскошная. Черновол известна своими скандальными акциями и расследованиями. Она участвовала в недавнем штурме Кабинета министров, а раньше была задержана за проникновение на территорию резиденции Януковича. Неоднократно в интернете она опубликовала снимки загородных домов других чиновников.